16 числа начали сильные обстрелы по городу. И жена в таком шоком состоянии была, что мы решили выехать из города Кировска в Россию. Когда началась эвакуация, приехали 19-го, 20-го, не помню уже. Мы два дня пытались выехать, потому что мы уже не выпускали, пытались выехать все вместе. Его отпускать, отставлять было очень тяжело, но невозможно было его оставить. Но он нас вытолкнул вместе с вещами через границу и мы уехали. Эти люди друг другу не родственники, но их истории одинаковые. Все они были вынуждены покинуть свои дома, оставить хозяйство, бросить работу и спасаться. Дожидаться централизованной эвакуации многие не стали. К счастью, им было куда ехать. У большинства из этих людей в мытищах есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали до начала конфликта. Но несмотря на это, помощь беженцам нужна и важна любая. Учитывая, что вы приехали сами, нам хотелось бы вас увидеть, сказать, что мы тоже готовы оказывать вам помощь, даже если вы проживаете у родственников, у своих родных, или вы самостоятельно к нам на территорию городского округа приехали. Ну и, конечно, у вас возникают вопросы по оформлению ваших детей в наши образовательные учреждения, в том числе получение, наверное, пособий, которые сейчас выплачиваются, но и в целом оформление вас на территории Московской области. Временная регистрация, гражданство, трудоустройство, оформление денежных пособий. У каждого из присутствующих в зале свои вопросы. Кому-то необходима медицинская помощь, а кому-то надо устроить детей в образовательные учреждения. Проблемы со школой? Девочку. Двенадцать лет. И надо идти в школу, пока вот это время она здесь не обучалась? Нет, ну неделю приехали. Куда-нибудь не устроились. Для жителей Донецкой и Луганской республик, а также Украины, в мытищах открыты все двери. Как заверил начальник полиции, в миграционный отдел можно прийти без записи. В таком же режиме работают социальные службы, центр занятости, управление образованием, медицинские учреждения. Все заведующие поликлиники, сотрудники стационаров приемного отделения уже абсолютно полностью информированы, если будет необходимость о приеме и оказании медицинской помощи. Такой помощи жители Донбасса рады и благодарны, что их поддерживают. Но сегодня душа у них больше болит за тех, кто остался на родной земле. Хочу поехать в Луганск съездить к мужу, потому что он там сидит, не выходит, ничего аж не выпускают. Там же мужчин. Мужчинам нельзя даже на улице ходить. Там очень все с этим сложно. Он сидит, ему друзья привозят продукты. Но он не военный человек. Воевать не пойдет. Очень много людей осталось, которые в связи с обстрелами не смогли выехать. Некоторые просто уже привыкли за эти 8 лет к обстрелам, не захотели выезжать. У нас остался сын, невестка и двое внуков. Донь и родная сестра, тетка, родная. Спаснилга там. Жалко всех, которые там остались. Там работа, там квартира. Я, наверное, лидность. Все осталось. Муж ушел воевать, мы приехали. В Мытище все хорошо. Спасибо за теплый прием, спасибо за встречу. Но хочется домой. Хочется, чтобы все закончилось, и мы вернемся. Скучает по дому и 9-летняя Настя. Вместе с мамой, тетей и маленьким братом они приехали в Мытище. Мама Ирина едва сдерживает слезы, когда дочь поет песню для любимого папы. Когда на заре просыпаюсь, и птицы поют на земле, я в мыслях тебе улыбаюсь, а ты улыбаешься мне. Я знаю, что ты не волшебник, не сказочек и не герой, а просто любимый навеки, мой человек дорогой. Сейчас в Мытищах разместились порядка ста человек из Донбасса, а в основном это дети, женщины и пенсионеры. Сколько времени они здесь пробудут и сами не знают, но очень хотят поскорее вернуться домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!